Здравствуйте! Сегодня днем 5 марта, на 323-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург, недалеко от поселка Волчики, около 13 часов дня, 54-летний водитель легкового автомобиля Toyota Camry, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим в сторону Екатеринбурга автомобилем Lada Granta, под управлением 23-летнего водителя. От столкновения, водитель отечественной Lada скончался на месте происшествия до приезда медиков. Его 16-летняя пассажирка и водитель Toyota получили различные травмы и были доставлены в городскую больницу города Первоуральска. Водитель Toyota находится в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, причины, по которым водитель с 30-летним стажем вождения вылетел на встречную полосу, пока не установлены. Дорожные условия признаны удовлетворительными. Очевидцы происшествия сообщают, что водитель Toyota был не трезв, по неофициальной информации, алкотестер показал почти 600 промилле. Это приблизительно 50 грамм водки, пол-литра вина или две бутылки пива. Сотрудники ГИБДД и сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся проверки, в ходе которых будет дана процессуальная оценка. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 4 марта 2022 года, на российских автодорогах зарегистрировано 202 случая ДТП. В них погибли 23 человека. Различные травмы получили 230. 28 из них дети. Будьте внимательны на дороге. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя. Всем удачи и добра. Субтитры создавал DimaTorzok